Всем привет! Кого-то мы сегодня наблюдаем посреди ночи. У нас срочная съёмка, потому что сегодня вечером вывелась бабочка мёртвая голова. По латыни Ахеронтиатропос. Что значит вывелась? А вот то, что и вывелась, народилась. Родилась из своей куколки. Хотя сейчас 28 февраля 2024 года. Бабочка родилась из куколки. И она живая. И вот видите, она даже дышит. Тихонечко-тихонечко дышит. Может посмотреть. Видите, брюшко сокращаются сегменты. Она дышит. Она живая, просто она спит. Точнее говоря, спит перед тем, как набраться сил. Потому что она уже прошла самый главный свой процесс. Метаморфоз. Окончательный процесс метаморфоза. Прорвращение из куколки в такую вот красивую бабочку с крыльями. Таким толстым брюхом. Пушистым-пушистым брюхом. И она прицепилась. Первой парой ножек за кулек. И держится. Поджала усики. А задние и средние ножки, вот посередине кадра, просто распрямила. Отдыхает. Самое главное, что она уже расправила свои крылышки. Смотрите, крылышки у нее уже полностью сформированы. А почему она сюда прицепилась? Потому что бабочка, когда выводится из куклы, ей обязательно надо забраться на верхнее, куда-то вверх. Вот наверху, посередине белое пятнышко. Это как раз череп. Изображенную на крылышке мертвой головы. А это пестрые крылышки. Вон наверху виден даже глаз. Я его подсвечиваю камерой. Сейчас попробую еще повернуть. Большие крупные осики прижаты. Бабочка отдыхает. Почему она отдыхает? Потому что она сразу же расправила крылышки. Ей должен пройти процесс подсушивания. Крылья наливаются гемолимфой. Бабочка выбрасывает из себя фекалии. Тут делает плямку. Примет в морфозе. Потому что она совсем ничем не питалась. Она только-только вывелась. Но нужно окрепнуть. Переждать некоторое время. И уже через два. Необычно. Появляется у нее аппетит. Говорят. Лепидоптерологи, изучающие бабочек. Что у нее должен появиться аппетит. Мы ей предложим чего-то покушать. Примет сладкой водички. Или сладкого меда. Испытаем. Ее инстинкт. На питании. Понравится ей медовка или нет. Первый опыт. С самцами был. Неудачный. Почему-то самцы не захотели меда. Ну. У бабочки мертвая голова такой интересный хоботок. Коротенький, но очень острый, крепкий. Вполне возможно, что он как раз пробивает восковые ячейки. Когда бабочка забирается в улей. Такое есть поверье. Да и даже наблюдение, что бабочка залезает в улей и немножко высасывает меда для питания. Ну не так уж и много, я думаю. Как минимум половину чайной ложки, не больше. Попробуем ее подкормить. И посмотреть, какой у нее тоже хоботок. И показать ее на следующих видео. Сейчас пока снимаем, потому что бабочка сейчас притаилась. Спокойно себя ведет. Вот когда она обсушится, крепнет, потом станет такой быстрый и шустрый. А еще и говорливый. Потому что бабочка мертвая голова обладает уникальным свойством пищать. И когда вот ее можно до нее дотронуться, она сначала начинает пищать. И будет идти трепыхать крылышками. И заставить ее спокойно сидеть очень сложно. А сейчас она как актриса нам позирует. Хотя сложно манипулировать. Держа в одной руке смартфон в качестве фонарика, в другой руке камеру. Камера уже не может понимать себя кадры. Ну вот такая вот бабочка у нас сегодня. Спящая и мертвая голова. А, где же ее куколка? Вот и куколка. Куколка вот здесь. Вот в этом стаканчике. Ее нам прислали в стаканчике, в торфе. И вот она сегодня треснула, лопнула. Вверх поднимается это брюшко. А вот в нижней части кадра как раз треснула шея и грудка. И из нее вылезла бабочка. И сразу, сразу, сразу. Вот так полезла, полезла. По диванчику наверх. И залезла на кулек. Прицепилась и расправила крылья. Такой у нее инстинкт обязательно залезть наверх. Обязательно расправить крылышки. Чтобы крылышки были вниз. Тогда они расправляются, наливаются к крови. Которая называется гемолимфа. И тогда бабочка готова к следующему полету и жизни. Так что будем за ней наблюдать. Вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Продолжение. Рассказа о бабочке мертвой головы. Скоро на канале.